Всем добрый день! Меня зовут Игорь Сосмаксим. Я являюсь специалистом в области гражданской обороны и предупреждения червячейной ситуации группы компании «Экостандарт». Сегодня мы поговорим о вопросах гражданской обороны и червячейных ситуациях, опять же, в области организации, неотнесенных к категориям по гражданской обороне. Это будут такие особенности, о которых, как говорится, вы хотели знать, но боялись спросить. В первую очередь хочу поблагодарить всем и сказать большое спасибо за обратную связь. По итогам предыдущего вебинара мы получили достаточно большое количество сообщений и вопросов, в том числе то, что интересует и есть, скажем так, проблемные моменты у организации возникают. Сегодня мы постарались все их собрать в данной презентации, в данном вебинаре. Что-то, может быть, не вошло. Мы уже дали на, скажем так, определенные вопросы, уже отписались по почте. Они такие были разрозненные, очень, скажем так, целевые. Поэтому что-то не вошло в данную презентацию. Итак, что хотелось бы отметить? Ну, в первую очередь, да, говорим о том, что это не организация, не отнесенная к категориям по гражданской обороне. Многие забывают, что есть такой документ. Называется он «План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения, ликвидачной ситуации, природного техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Не побывайте здесь слово «в водных объектах», это просто его официальное название. Вот в закрепленном в приказе МЧС, опять же, прошу внимания уделять в текстовой части, что указано на слайдах. Вот, постараюсь сегодня быть кратко, точнее, излагать информацию и сильно долго не отвлекать вас от повседневной деятельности. Итак, это приказ МЧС номер 687. Там конкретно прописано, что данный план должен быть. Что хотелось бы здесь отметить? Помимо того, что данный план утверждает руководитель организации, он в первую очередь должен быть согласован с органами местного самоуправления. Мы говорили это на прошлом вебинаре, но еще раз повторюсь, это или администрация города, района, или какой-то либо орган уполномочен на решение данных вопросов. Какое-либо каземное учреждение или бюджетное учреждение. Ну, собственно, там неважно. Вот. Разрабатывается он, собственно, на год. В него вы вносите в первую очередь, как это должно происходить. Вы обращаетесь в администрацию. Они вам дают выписку из собственного плана, так и из же основных мероприятий, потому что муниципальные организации тоже обязаны его разрабатывать. Вот. Дают вам выписку. Вы на основании этой выписки делаете, собственно, свой план. Вот. Состоит он из родилов мероприятий, которые проводятся там под руководством федеральных органов, исполнительных власти, муниципальных там, еще каких-либо задействованных организаций. Ну, и, соответственно, самая ваша необходимая часть – это то, что вы будете делать в организации. В том числе, там же можно отразить и заседания, к примеру, КЧС ОПБ, да? Никто это не запрещает. Вот. В первую очередь хочу отметить, что сначала данный план согласовывается, то есть он скрепляется печатью, шнуруется, пронумеровывается. Организация на последнем листе, да? Потом вы его передаете в органы местного управления. Они вам его согласовывают, ставят печать, подпись. И только после этого данный план утверждает руководитель вашей организации. Ну, соответственно, разрабатывается он ежегодно, да? Судя из названия, план мероприятия на текущий год, да? И желательно, чтобы он был утвержден до конца текущего года. Потому что, грубо говоря, 30, точнее, 1 января Нового года вы уже должны что-то работать, вы уже должны что-то делать. Вот. Это вот такая вот особенность. И обязательно там должна быть графа, отметка о выполнении данного мероприятия. Там вы вписываете или номер какого-либо акта, или протокол заседания, ставите свою подпись, ставите дату, когда это мероприятие было проведено. И здесь еще хотелось бы отметить по опыту, да? Проверок, то, что мы регулярно с чем сталкиваемся, с инспекторами надзорной деятельности, они просят всегда подтверждающие документы. Допустим, у вас написано то же самое заседание КЧС ОПБ, там, ну, 1 августа. Инспектор смотрит на этот план, например, видит отметку, выполнено, проведено, там, акт номер 2. Ну, будьте добры, пожалуйста, покажите мне акт номер 2. Вот. Здесь мы советуем и придерживаемся такой, скажем так, истории, что желательно к этому плану основного мероприятия снимать копии. То есть, хорошо, отдельно у вас где-то есть оригинал. В папке, там, допустим, КЧС ОПБ, там, и так далее, данный протокол у вас находится. Снимите копию, приложите это к плану основных мероприятий, все в папочку закрепите, и, собственно, инспектор, когда уже придет, вам не нужно будет искать его по 10 различным папкам. Вы сразу, ну, пожалуйста, товарищ инспектор, смотрите. Вот. Долго тут задержаться не будем. Следующий вопрос. Как раз по комиссии чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Ну, собственно, на слайде представлен нормативный документ, да, это 794-е постановление правительства, на основании чего это должно создаваться, и создается, в том числе в организациях, независимо от формы собственности. Здесь что хотелось бы отметить. Ну, в первую очередь, это основополагающие документы, да, о комиссии, это непосредственно приказ, в котором там или приложением, или в самой текстовке приказа будет указан состав комиссии непосредственно. Далее нужно будет разработать положение о комиссии, что, как, зачем, почему. Функциональные обязанности, что конкретно входит. Это не должностные, да, вот как, когда мы подписываем трудовой договор, а это именно функциональные обязанности в области гражданской обороны, да, и предупреждения чрезвычайной ситуации. Что конкретно данное должностное лицо, то есть, например, там, председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, член комиссии, или там, секретарь комиссии, что конкретно, чем он должен заниматься, если он участвует в, точнее, если он входит в состав данной комиссии. Также хочу отметить, что в обязательном порядке должен быть план работы комиссии на год. В этом плане указываются конкретные вопросы, которые будут обсуждаться на заседаниях. Касаемо заседаний. Четко прописано, что заседания должны проводиться не менее одного раза в квартал. То есть, не менее четырех заседаний в течение одного года. Соответственно, каждый должен быть оформлен протоколом. Решение комиссии выбирается большинством голосов. То есть, соответственно, мы из всей этой истории понимаем, что у нас минимум 3-4 человека должно входить в состав комиссии. Даже, к сожалению, если у вас организация стоит там с 15-20 человек, все равно 3-4 человека должны быть задействованы, чтобы легитимно принять, точнее, решение. И опять же, большинство голосов – это тоже из нормативно-правых актов вытекает, из действующего законодательства Российской Федерации. Что еще здесь хотелось бы отметить? И это как раз один из многих вопросов, который поступил к нам на почту с вопросами, кто же все-таки может быть назначен на должность председателя комиссии. Очень многие спрашивают, можно ли работника, который занимается всеми вопросами гражданской обороны, давайте, раз он уже там все знает, мы его, собственно, и назначим председателем комиссии. К сожалению, тоже так не получится. Опять же, в соответствии с требованиями постановления и так далее, нормативно-правых актов, председателем комиссии может быть только руководитель, как вариант, или руководитель организации непосредственно сам, причем руководитель тоже должен быть обучен по гражданской обороне. Или непосредственно один из его заместителей. Здесь еще хотелось бы отметить, что в штатном расписании эта должность и должна быть обозначена как заместитель директора. То есть, к чему я это сейчас говорю. По сути, все мы прекрасно знаем, что главный инженер – это правая рука любого директора предприятия, организации. Но если он по штатному расписанию проходит просто как главный инженер, а не как заместитель директора-главный инженер, а просто главный инженер, к сожалению, в данном случае мы не имеем легитимного права поставить его председателем КЧС ОПБ. Если будет написан заместитель, ну, как я уже говорил, повторюсь, если будет написан заместитель директора-главный инженер, да, пожалуйста, вопросов нет. Если просто главный инженер, не имеем права, нет заместителей у директора, то тогда непосредственно директор по штатному расписанию, то тогда непосредственно нужно возлагать эти обязанности на самого директора непосредственно. Это касаемо данного вопроса. Вопрос проблемный. Тоже нам поступали на почту, обязательно. Это резервы. Вкратце, они подразделяются на финансовые ресурсы и материальные ресурсы. Ну, финансовые, это понятно, это какой-то резерв денежных средств, которые могут быть воспользованы во время ликвидации червячейных ситуаций, ну, в основной своей массе. То есть там привлечение какой-то специальной техники, может быть, еще что-то. Это тот же самый какой-то ремонт в случае пожара произошла. Ну, локальная червячейная ситуация, мы воспользуемся резервом на червячейные ситуации. Ну и материальные ресурсы. Это, ну, об этом сейчас чуть попозже. Начнем с финансовых. В первую очередь, есть несколько механизмов. Один из них – это резервирование денежных средств на текущем счете. Ну, многие банки берут за это свою там комиссию, это уже больше экономическая сфера, там вам нужно будет проконсультироваться, я имею в виду, как специалист в БВЧС. Вот, второй вариант – это оформление полисов, страхование, ну, и как приоритетный, наверное, он считается, потому что сумма минимальная, и в случае чего они прорывают, ну, там, практически все расходы. По материальным резервам. Здесь все зависит от рода вашей деятельности. Ну, то есть, к примеру, вы являетесь, ну, автосервисом, к примеру. Да, вам, да, кстати, здесь еще раз хотелось бы отметить, что независимо от формы собственности, независимо от того, что у вас там микропредприятие, ИП, там, я не знаю, все, что угодно, резервы вы обязаны создавать на случай предупреждения черчайной ситуации. Мы сейчас не говорим о резервах гражданской обороны, это совсем отдельная история. И, как мы уже говорили в самом начале, что здесь у нас вебинар просвещен некатегорируемой организациям. Так вот, все организации разъяснения центрального аппарата МЧС Российской Федерации говорится о том, что независимо от формы собственности, на основании 68-го федерального закона, да, ну, в том числе, 794-го, ну, в первую очередь, 68-й, обязан создавать резервы материальных и финансовых ресурсов. Вот. Ну, вернемся к нашему автосервису. В первую очередь, материальный ресурс, ну, с финансовым мы поняли, да, что это дополнительное привлечение чего-либо, которое требует вливания денежных средств. Что по материальному? Здесь упор на то, чтобы предприятие непрерывно продолжало свою работу. То есть, в случае там, ну, как сейчас мы там сталкиваемся со всем этим импортозамещением и так далее. Вот, к примеру, у вас прекратились поставки там, я не знаю, там, масел, да, ну, как базовый такой компонент, который применяется везде, и для, там, и в двигателе, еще, 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 ну, в общем, везде. Ну, без него и в автосервисе не прожит, да. Вы можете, как, в первую очередь, еще здесь хотелось бы отметить, резерв и номенклатуру даже, в первую очередь, материальных резервов утверждает руководитель организации. Федеральное законодательство говорит о том, что он должен быть создан. А что вы создаете, в каких объемах, это уже на усмотрение руководителя организации. То есть, если, опять же, возвращаемся к нашему автосервису, если без масел он не может существовать, да, то логично, что мы запасаемся маслом, бензином, какими-то расходниками, смазкой, там, литолом, солидолом, там, ну, в общем, неважно. Офис, к примеру, типография. Без краски не прожить, без бумаги не прожить, без каких-то сменных ножей для резки той же самой бумаги не прожить. Все равно у вас это в каком-либо роде, но в запасах это есть по-любому, он обновляется постоянно, но она все равно есть у вас на складе, да. Вы все равно со склада берете, на склад обновляете. Вам никто не запрещает, соответственно, прописать в этом приказе, что у вас на складе постоянно хранится там 200 пачек там, ну, образно, бумаги А4, 10 там ведер 10-литровых с различными там красками, там, белого, синего, красного, там, желтого цвета. Ну, и так далее. И здесь по всем областям. Если вы просто офис, к примеру, где, ну, колл-центр какой-то, вы снимаете помещение, где-то там арендуете, и так далее, у вас, собственно, ну, просто у людей компьютерный стол, там, стулы, компьютер, там, гарнитуру и все. Вы можете по той же самым гарнитурам, по мышкам, по клавиатурам создать резерв. Можете этот резерв прописать по питанию, да, из расчета на, там, пример, трое суток. Договориться с каким-нибудь близлежащим кафе, чтобы заключить, скажем так, ну, нулевой договор, да, в кавычках, что в случае чрезвычайной ситуации они вас обещают кормить всех ваших работников в течение, там, трех суток. Да, тоже никто не запрещает. Руководитель принял такое решение, что для бестребойности работы его организации требуется питание данных работников. И вы заключили договор, пожалуйста, все, не должно быть никаких претензий, да их и не будет. Это особенности создания резерва. Периодичность обучения. И это еще один большой такой раздел, скажем так, и оставили мы его, скажем так, на самое сладкое. Очень много вопросов поступило по поводу инструктажей, обучения и так далее. Ну, давайте начнем с инструктажей, потому что это все-таки у нас в приоритете, и это первое, что вы делаете с вновь принятым работником. Значит, хочу отметить, внимание, пожалуйста, на нижний абзац. Это все-таки у нас существует пока на данный момент два вида инструктажей. Первый – это вводный инструктаж по гражданской обороне. Второе – это инструктаж по действиям в чрезвычайной ситуации. Вводный инструктаж по гражданской обороне проводится единожды. При приеме на работу в течение 30 дней с момента издания. Хочу здесь отметить приказа, а не выхода работника. То есть приказ может быть там 5-го числа, а работник вышел там 10-го. Так вот, 30 дней начинается с момента выхода приказа. Командированные, которые прибывают к вам более чем на 30 дней, с ними также проводится инструктаж. И по ГО, и по ЧАЭСу. Условно их так назовем. Особенность инструктажа по действиям в чрезвычайной ситуации – это то, что он проводится ежегодно со всеми, вообще всеми работниками организации. То есть помимо того, что вновь принятый пришел, вы ему провели, и также подходит время ежегодного, вы также все это проводите. Какая здесь особенность? Хочу это отметить, и обязательно возьмите себе на заметку. Значит, по разъяснительным и рекомендательным письмам МЧС рекомендуется совмещать два этих вида инструктажей, потому что там большинство вопросов они очень друг друга пересекают и, собственно, находят отражение друг в друге. Но что здесь мне хотелось бы отметить? Помимо того, что МЧС рекомендует это совмещать, ну, чтобы несколько раз об одном и том же не говорить, хочу отметить, что все-таки это два разных журнала, которые также должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. И в каждой вы заносите данные по отдельному человеку, ставите свои подписи, прописываете должности и так далее, и инструктируемый, соответственно, расписывается. И также ежегодный инструктаж. Еще один вопрос, который нам, не помню, там три или четыре письма таких было. Нужно ли обучать руководителя организации? Нужно ли обучать руководителя организации? Да, в 841-м постановлении правительства четко определено, что руководитель организации обязан быть обучен. На основании этого вы, соответственно, можете его и также и включать в состав КЧС, там, и ОПБ, пример. Но прошу заметить, что на курсах гражданской обороны или в учебном тадисце центрах, там, где вы будете проходить обучение, программы обучения, они различаются. Есть руководитель организации неотнесенной категории по ГОО, есть программы обучения председателя КЧС ОПБ, есть программы обучения членов КЧС ОПБ, есть программы обучения работника уполномоченного по ГООЧС, есть программа по обучению, помните, если в прошлом вебинаре говорили, что это работник ответственный за прием, передачу повседневной информации, также есть специальная программа обучения для него. Прошу здесь вот эти вот моменты тоже, собственно, отмечать. И обучаясь по данным программам, вы обучились, и ваше удостоверение действительно 5 лет. Независимо, то есть если помните, например, по тому же самому ПТМ, вы обучились, к примеру, который сейчас уже, по сути, не существует, вы обучились, при переходе в другую организацию, вам там заново нужно будет пройти обучение. То здесь, в области ГООЧС, вы получили удостоверение, и оно действительно в любой организации, независимо, в которую вы пришли. То есть раз в 5 лет оно у вас действует. И что еще здесь хотелось бы отметить? Не забывайте про сроки. Если вы обучились там 5 марта 2022 года, то она действительно по 5 марта 2027 года, да? И если инспектор, к примеру, придет к вам 10 марта 2027 года, то вы, собственно, не обучены по области ГООЧС и не имеете уже и права занимать эту должность, и, соответственно, вообще это нарушение будет. Также вопрос по курсовому обучению. Несколько вопросов у нас там было, не помню, по-моему, два письма. Прошу внимания на первый абзац нашего слайда. Значит, основные документы, основной документ, точнее, в котором указывается, что должны проходить, как должны проходить, для чего, почему, насколько, какие программы, ну и так далее, тому подобное, это постановление правительства номер 841, это обучение по гражданской обороне, и постановление номер 1485, это обучение по чрезвычайным ситуациям, да, ну, кратенько, не буду его полностью озвучивать. Вот, пожалуйста, здесь обратите на это внимание, потому что документ достаточно интересный и отражает в полной мере все вопросы, которые помогут вам, и в том числе инструктажи, и курсовое, и внешнее обучение, то есть, ну, вообще, в принципе, все обучение в них отражено. Дополнительно есть методическая рекомендация, разъяснительные письма и так далее, и тому подобное, собственно, в таком раскладе. Вот, если есть вопросы, прошу писать в чат или задавайте сейчас, вот, готов ответить на них, пока вы собираетесь там с мыслями или что-то еще. И вот так же, как по опыту предыдущего вебинара, мы, вы можете, и прошу, пишите нам на электронную почту, мы с вами вместе развиваемся и вместе отвечаем на какие-то интересные вопросы. Вот, поэтому официальный сайт вы видите, официальный почту, точнее, вы видите на нашем последнем сайте, слайде, точнее. Вот, так что будет приятно вам ответить на все возникающие вопросы. Итак, если что-либо у вас... Давайте посмотрим с чатом. В чате у нас ничего. Ну, тогда всех рад был видеть. Спасибо, что присутствовали. Всем хорошего дня. Всего доброго. До встречи на следующих вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok